Приветик, я Полина, офисный работник. Я Игнат, я рисую картинки. Я пенсионерка. Работаю руководителем фирмы. Я студент Российского государственного социального университета. Я студентка Белорусского государственного университета, факультета журналистики. Я работаю руководителем отдела. Я системный администратор. Мы сегодня смотрим рекламу, давайте смотреть. То, что вы чекали. Чистое, свежее, новое, особливое белое пиво. Золотистый корен, невероходный водор, мягкий и легкий смак. Рычицкое белое. Природа белого пива. Мне кажется, плохое 3D. Это довольно достойный напиток, можно его употреблять, но и себя прекрасно чувствовать после этого. Мне кажется, вообще все рекламы пива, они однотипные. Я не видела ни одной рекламы пива, которая бы выглядела как-то классно. Обычная крутая реклама. Во! Ну, наверное, банально. Производителям алкоголя, наверное, не надо креативить, надо показать вещество, зависимые, как бы, подтянутся. На телик можно пустить, окей. Как женщина отношусь к этому, как-то очень отрицательно. Мне понравилось, потому что, ну, какая-то привлекательная. Смотришь на нее и радостно. Почему я в костюме коня? Все просто. Ходи в четыре ноги, быстрее получай гиги. Меняй шаги на гиги или минуты в приложении «Мой МТС». МТС. Ходи и находи. Смешная, но первое впечатление было, как будто ее дети делали. Реклама шикарная, классная, что конь идет в четыре ноги, шагает, это вообще шикарно. Мне она нравится, потому что, во всяком случае, здесь все понятно, здесь сразу все обосновывают. Почему он в костюме зебры, почему то, почему это, ну, мне кажется, прикольно. Не знаю, мне вообще не понравилось, как это супер много налеплено, разные кадры, свет слишком разный. Ну, это молодежно. Нет, это слишком много всего намиксовано. Типа, ну, я такая посмотрела, что, типа, ну, вообще непонятно как-то. Должна в сознании, конечно, вбиться эта фраза, но чтобы там что-то эффект «вау», и там хотелось посмотреть еще раз, мне как-то даже один конь, он какой-то неприятный. Фразочкой маленькой цепляет «Почему я в костюме коня?». А действительно, а почему это ты в костюме коня? Очень правильно сделано то, что конь проходит через всю, через молодежь, там я видел старое поколение, что-то бегает, офисные работники, ну, то есть такой очень большой охват. Из-под моста выходит, где все КВНщики. Приложение «Ходи», я не улов... Ну, честно говоря, я как-то то ли линию потерял, причем тут «Ходи», но весело. Я уже видела, кстати, эту рекламу. А, это то, что надо, чтобы что-то найти, нужно ходить. Надо ходить, конечно. Не зря говорят. Да ни на одной ноге, ни на четырех. Да, под лежачий камень вода не течет. Это она есть, да? Да, конечно. Презервативы «Индиго». Яркие победы. Настоящие эмоции. Вау. Смысл в чем? Индиго. То есть это качественные презервативы, которые можно приобрести, они не нервутся. Это уже не в нашем возрасте думать про них. А в чем смысл лозунга «Яркие победы», когда рекламируешь презервативы? А там в рекламе есть стюардесса, есть офисный работник и кто-то, ну, типа, кто-то там еще... Они же не побеждают. Взяли там дом рачиву, когда она золотые медали выигрывает, там, каких-нибудь штат. И вот тогда этот лозунг, типа, приобретает смысл. Ну, как бы, вроде и понятно, но какая может быть идея в рекламе презервативов? Мне, на самом деле, это прикольно, потому что обычно так делают в рекламах не презервативов. Типа, они делают так, чтобы все люди думали про секс, но здесь они правильно думают. Типа, обычно, типа, мы рекламируем пельмени, но будем делать вид, как будто бы это не пельмени. Не знаю, по-моему, типа, просто снято красиво, но мне кажется, это настолько вообще не связано и нелогично. Типа, просто кадры, да, там красиво, там, не знаю, девушка красивая, там все, ну, типа, все вместе, это смотрится как-то странно. Но реклама сделана очень хорошо, и эти штучки, я не назабу это слово, красиво тоже сделано, ну, о чем речь идет, понимаешь? Собственно, как еще можно порекламировать презервативы? Мне показалось, что это будет какая-то отсылка к сексу, но что-то будет не про секс. А тут, как бы, типа, отсылка к сексу, но такая слабенькая, и потом презервативы. То есть такое ощущение, что они побоялись раскрыть тему, и получилось как-то, ну, куца.